всем доброго времени суток вы на канале на что свяжем я оля рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале заходи не стесняйтесь гулять и по каналу обязательно заглядывать плейлисты там собранных для вас уже небольшие коллекции узорчиков узорчики разные простые средние сложности сложные разноцветные из разной пряжи надеюсь видео вам понравится и вы оставите свои лайки напишите свои комментарии не забудьте подписаться чтобы не потерять канал и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда выйдет новое видео на моем канале а также всем привет моим постоянным зрителям моим подписчицам девчата вы моя большая группа поддержки спасибо вам большое спасибо вам за идеи за фантазии за ваши отзывы за ваши комментарии за вашу душевную теплоту много разных стран и городов это очень и очень приятно я к вам с новым узорчиком вот такими ниточками с такими . мы уже работали до alize angora gold земли ниточки очень интересные ниточки своеобразные да так скажем новички справятся знаю как бы небольшие нюансы этой пряжи и вот такой вот интересный цвет кому интересно смотрите это получается цвет 27 смотрите в 100 граммах здесь находится 500 метров состав самой пряжи 75 процентов акрил 20 процентов это шерсть и пять процентов металлик ведь он как переливается интересно и самое интересное что на упаковке нарисован этот или шалька или палантин то есть как бы нам рекомендуют изначально уже производитель что очень будет смотреться хорошо в шалях и палантина я сегодня покажу вам узорчик так чтобы не забыть сказать вам крючок как мы берем от двоечки души и до четверочки смотрите чем хотите более по плотнее вязание берете крючок поменьше чем порыхле и по воздушнее вязание берете крючок побольше я беру троечку я вижу эту пряжу троечка как бы мне достаточно я вам сегодня хочу показать узорчик возможно для палантина возможно это один из скажем элементов можно сделать комбинированный узорчик да и возможно это будет один из элементов будет ну как бы интересно такая идейка задумка у меня потому что я ищу так скажем классные узорчики для палантинчиков люди часто спрашивают узорчики для палантинчиков и так смотрите какая особенность пряжи она вот смотрите внимательно видите такая пушистенькая да когда вы будете вязать ниточка может немножечко как бы но не то чтобы расслаиваться это все аккуратненько берите сейчас фокусируется видите и когда вы если вдруг вы ошиблись да то распускать можно но сложновато но можно поэтому сразу изначально вяжите аккуратненько и что-то не получилось просто наберите терпение распустите но чуть подольше договорились и так то на моем канале давно знает что я делаю небольшие узорчики буквально в районе 30 петелек а так как у нас ниточка потоньше сегодня да поэтому давайте сами наберем и петелек чуть побольше и так смотрите раппорт узор чека составляет 6 петелек давайте сами наберем например 8 рапортов до 68 48 и чтобы красиво закончилось надо набрать еще одну петельку 49 и так зафиксировали петельку мы ее при наборе нашей цепочки не считаем просто это петелька фиксации петелька фиксация теперь 49 воздушных петель поехали раз два три вот наш будущий образец что делаем дальше три петельки подъема 1 2 3 далее считаем пятую петельку от крючка 1 2 3 4 5 накид и в пятую петельку вводим вот так вот крючок вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 это получается у нас с вами столбик будет с накидом то есть получается вот эти три петельки подъема до который мы провязали в самом самом начале и столбик с накидом да то есть три петельки подъема это как раз мы имитировали столбик получается нас 1 2 столбик дальше накид вводим крючок в следующую петельку цепочки вытягиваем ниточку и провязываем опять две петельки две петельки это уже третий столбик до опять накид следующую петельку цепочки вводим крючок вытягиваем аккуратно ниточку я все время чем там говорю первый ряд набирается всегда медленнее в нашем случае еще такая интересная ниточка поэтому сильно не торопитесь аккуратненько провязывайте столбики с накидом друг за дружкой суть в чем данного ряда весь ряд будет состоять из столбиков с накидом это уже узор это не вспомогательный ряд это уже мы вяжем сам узор вот некоторых узор чеках я говорю давайте сделаем вспомогательный ряд чтобы не запутаться в начальных петельках все это уже узор и так вот таким вот образом до конца ряда если вы вместе со мной набирали точно также 49 воздушных петелек значит у вас должно получиться 49 столбиков с накидом логично все давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда я вас встречаю договорились получилась у вас вот такая вот дорожечка змеечка да и так что делаем дальше провязали полностью ряд столбиками с накидом дальше воздушная петля поворот и сюда же провязываем столбик без накида есть теперь смотрите делаем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 накид и смотрите вот там где мы с вами провязывали столбик без накида внимательно посмотрите вот эти вот две петельки мы с вами должны будем захватить раз и раз то есть на верхушке столбика видите протягиваем через эти петельки ниточку и подтягиваем на высоту вот этих вот четырех воздушных петелек 1 накид точно также сюда ввели крючок в эти две петельки вытянули ниточку протянули также на высоту 4 петель теперь все вместе провязали зафиксировали вот такая вот на шишечка бабочка получается и так пропускаем два столбика 1 2 и в третий столбик провязываем столбик с накидом есть теперь опять будьте внимательны 4 воздушные петельки 1 2 3 4 накид а теперь мы будем с вами нырять в две петельки столбика вот этого с накидом 1 петелька до от этой шишечки и 2 получается петелька от верхушки вот этого столбика вот так вот нырнули захватили ниточку протянули на высоту 4 петель окрас накид точно также за две петельки вот эти верхние зацепились вытянули ниточку потянули теперь все вместе провязали зафиксировали пропустили два столбика 1 2 и в 3 провязываем столбик без накида понятно то есть несколько бы так вот наверх поднимается шишечка вниз опускается шишечка теперь опять четыре воздушные петельки 1 2 3 4 накид опять смотрите видите одна как бы петелька горизонтально а другая так наискосок да вот мы захватываем вот эти две петельки столбика без накида вытягиваем ниточку протягиваем нас от четырех петелек накид второй раз делаем точно также аккуратненько об теперь все вместе провязали зафиксировали пропустили два ниже стоящих столбиков третье мы провязываем столбик с накидом то есть чередуем до столбик с накидом столбик без накида столбик с накидом столбик без накида столбик с накидом опять делаем еще одну шишечку 1 2 3 4 воздушные петельки накид и теперь получается в 2 петельки столбика с накидом видите тоже одна горизонтальная другая наискосок вот они 1 горизонтально вот она наискосок с аккуратненько я возьму раз-два видите вот цепляемся вытягиваем ниточку 1 накид сюда же эти книточку 2 теперь все вместе провязали зафиксировали дальше у нас получается пропускаем опять два столбика и следующий у нас будет столбик без накида понятно вот то есть поднимается шишечка опускается шишечка до столбик с накидом между ними здесь столбик без накида до опять поднимается шишечка опускаешь шишечка между ними столбик с накидом и так далее то есть таким вот образом вы чередуя столбики с накидом без накида до вместе шишечками довязать до конца ряда несложно а в конце ряда я вас встречу договорились если что перематься чуть назад чтобы понять повторить давайте смотрите вот такая вот нас появляется красота вырисовывается да вот такие вот шишечки подушечки смотрите последнюю шишечку я связала и теперь мы точно также пропускаем два столбика ниже стоящего ряда и тут нас были помните 3 петельки да вот к 3 петельки мы цепляемся вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида все ряд у нас закончен дальше чтобы нам выровнять так скажем наш ряд мы делаем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот а вот теперь мы будем повторять те же самые шишечки да только получается немножечко наоборот смотрите опять провязываем 4 воздушные петельки и того нас получится их 8 до здесь 1 2 3 4 накид и вот получается петельку к с которой мы начинали до с первой в первую ныряем вытягиваем ниточку 1 накид сюда же ныряем вытягиваем ниточку 2 все вместе также провязали зафиксировали и теперь наша задача присоединить вот эту вот новую шишечку вот к центру да вот именно к столбику с накидом получается центр вот этих шишечек будет и так провязали видите как бы формируется вот такой вот цветочек дальше опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 накид опять же ныряем получается вот там где мы провязывали столбик без накида ныряем вот в эти две петельки чтобы у нас все наши лепесточки на 6 . были красивые аккуратненькие вытягиваем ниточку 1 накид сюда же вводим крючок вытягиваем ниточку 2 все вместе провязали зафиксировали понятно вот если так вот посмотреть у нас получился вот такой вот четырех листник да так скажем назовем его дальше что мы делаем опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 накид и вот получается в основании где заканчивается шишечкой начинается получается наши воздушные петельки захватом точно также две петельки вытягиваем ниточку нашу сейчас аккуратненько и должна зацепилась накид 1 накид 2 все вместе провязали зафиксировали и получается направляемся вот к этому столбику нашему с накидом и вот так вот присоединяемся сюда столбик без накида поняли то есть вот мы формируем один цветочек с файер валик сейчас будем формировать другой цветочек такие вот лепесточки и так опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 накид вот где наш столбик без накида 2 петельки захватываем вытягиваем ниточку 1 накид вытягиваем ниточку 2 все вместе провязали зафиксировали поняли вот он второй цветочек формируется начинаем 3 делать 1 2 3 4 накид вот нырнули получается там где заканчивается наша шишечка вот они две петельки вытянули ниточку 1 накид и сюда же вытянули ниточку 2 все вместе провязали зафиксировали и опять присоединяемся столбиком без накида к столбику с накидом предыдущего ряда понятно вот такие у нас формируются с вами цветочки давайте провяжем так вот до конца ряда а в конце ряда я вас встречу давайте смотрите какая получается у нас красота да вот такие вот наши цветочки подушечки как еще назвать и да смотрите нам необходимо сейчас будет выровнять ряд то есть мы должны будем соединиться сейчас со столбиком без накида предыдущего ряда поэтому мы делаем 2 накида и входим вот так вот в столбик без накида предыдущего ряда вытягиваем ниточку и провязываем столбик с двумя накидами 1 2 3 таким образом видите вытянули да у нас как в начале получается вот такой длинный столбик точно так же и здесь все отлично воздушная петелька поворот сюда же где мы только что провязывали с вами да вот этот столбик сюда же верхушку входим вытягиваем ниточку провязываем столбик без накида есть далее две воздушные петли накид и вот в центр где у нас был столбик без накида так мы сюда вводим крючок и провязываем столбик с накидом то есть мы сейчас вами за наша задача выровнять горизонтально наш ряд и так две воздушные петельки получается там где у нас между двумя шишечками мы здесь делаем столбик без накида 2 воздушные петельки там где был столбик без накида мы провязываем столбик с накидом но поняли да то есть где у нас подъем у нас столбик без где у нас спуск там и столбик с накидом делаем видите вот таким вот образом опять две воздушные петельки и там где у нас подъем до подъем мы делаем столбик без накида 2 воздушные петельки там где у нас спуск так мы делаем столбик с накидом и так далее до конца ряда не сложно до конца ряда провяжите а в конце ряда я вас встречаю договорились смотрите провязали до конца наши точки так скажем более немножечко вытянулись до приобрели форму четкую и так получается последний столбик без накида вот мы провязываем четвертую петельку подъема помните проведущем ряду 4 петельки подъема было все заканчиваем ряд столбик без накида далее 3 воздушные петельки поворот и теперь наша с вами задача каждую петельку провязать столбиком с накидом накид вот у нас здесь было сами две воздушные петельки конечно если вы будете провязывать в арочку да это будет намного проще быстрее вот таким вот образом в арочку две воздушные петельки значит два столбика там где столбик с накидом там и провязываем столбик с до опять две воздушные петельки значит 2 столбика с накидом провязываю дальше столбик без накида мы его тоже провязываем столбиком с накидом вот таким образом поняли да но я порекомендую девчонкам которые хорошие мастерицы на хотя наверняка и сами знают что будет намного красивее 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 когда мы будем нырять непосредственно в сами петельки вот в эту косичку да вот так вот нырнули вытянули ниточку и провязали 1 2 опять нырнули вот выйдет косичку нашу опять и провязали раз-два пусть чуть помедленнее будет да но она будет намного аккуратнее и намного лучше будет интереснее смотреться вот косичка наша в 2 петельки нырнули 1 1 опять нырнули 1 1 вот именно в воздушные петельки таким вот образом дальше столбик без накида провязываем столбиком с накидом и опять воздушные петельки вот именно пытаемся находим как раз вот эти петельки заходим в косичку и провязываем 1 1 опять входим в косичку видите да вот и утягиваем ниточку провязываем 1 1 и опять столбик с накидом значит столбик с накидом поняли да то есть все столбики все воздушные петельки мы провязываем ничего не пропускаем вот как бы просто посмотрите сравните мне кажется когда именно петелька в петельку получается аккуратнее но тут на ваше усмотрение проще побыстрее конечно когда просто в арочку чик 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 и все побежали сложнее и более мастерски если вы зайдете именно в петельку но это на ваше усмотрение тут не принципиально договорились давайте до конца ряда столбики с накидом в конце ряда я вас встречаю получится красота и так надеюсь у вас все хорошо получилось смотрите мы так организовали наши цветочки да то есть получается у нас снизу они окружены столбиками с накидом и сверху столбиками с накидом если вы все правильно сделали у вас здесь должна быть сверху столько же столбика сколько и снизу моем случае 49 столбиков 49 столбиков все отлично посчитали все сошлось продолжаем дальше 3 петельки подъема 1 2 3 и поворот а дальше у нас получается с вами одна воздушная петелька узора то есть по итогу по итогу здесь получается у вас 4 воздушные петельки дальше столбик с накидом ниже стоящего ряда пропускаем а в следующий столбик за верхушечку беремся провязываем столбик с накидом есть дальше воздушная петля опять столбик один пропускаем следующий столбик провязываем столбик с накидом то есть мы с вами будем формировать вот такие вот окошечки весь ряд весь ряд у нас будет воздушная петля и через столбик провязываем столбик опять воздушная петля столбик пропустили следующий столбик провязываем столбик с накидом понятно вот и вот таким вот образом до конца ряда вы делаете вот такие вот окошечки несложно да давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю так смотрите провязали такой несложный ряд да у нас получается столбики с накидом с воздушной петелькой вот такие вот окошечки все аккуратненько получилось и закончили мы столбиком так в 3 петельки подъемом предыдущего ряда теперь наша с вами задача делаем 3 воздушные петельки подъема 5 1 2 3 поворот а теперь мы с вами провязываем точно так же как в предыдущем ряду то есть все столбики с накидом опять же вы можете провязывать в арочку так столбик с накидом вы можете провязывать в воздушную петельку то есть смотрите как вам будет удобнее как вам будет подручнее чтобы это вас не напрягало понятно то есть если у вас немножечко не получается пока именно в петельку то иной бог с ней вяжите в арочку понятно то есть вязание должно приносить удовольствие все дальше столбик столбик и пошли я буду провязывать воздушную петельку а вы можете провязывать петельку можете провязать парочку и все и вот так далее так далее так далее и до конца ряда вы провязываете столбиками с накидом то есть готовимся непосредственно к дальнейшем цветочка вот понятно то есть столбики окошечки столбики красота давайте до конца ряда самостоятельно там его встречаю у вас получится я верю давайте я надеюсь у вас получилось ничего сложного в этом нет этот ряд которым провязали столбиками с накидом это есть ряд перед цветочками видите вот мы перед цветочками вязали столбик с накидом получается следующий ряд начинается у нас вот такие вот лепесточки от наших цветочков да помните как мы провязываем то есть мы переходим как воздушная петелька поворот и верхушку этого же столбика не прыгай столбик без накида дальше 4 воздушные петельки 1 2 3 4 накид вот получается 2 петельки нашего столбика без накида берем их вытягиваем ниточку на уровень 4 петель и крас накид то же самое делаем 2 все вместе провязали зафиксировали вспоминайте да дальше правил пропускаем вернее два столбика 1 2 и в 3 столбик провязываем столбик с накидом все дальше у нас тут только повторение понятно все теперь вы точно также делать опять шишечку столбик без накида шишечку столбик с без накида все повторяйте потом возвращаетесь другими лепесточками да то есть все то же самое потом опять провязываете столбики с накидом окошечки столбики с накидом давайте вырастим наш узорчик чуть побольше да посмотрим более то скажем широкую картину получается встречаемся через несколько рядочков договорились давайте у вас получится я верю там девчат смотрите провязала несколько рядочков да получается еще один рядочек с цветочков и закончила столбики с накидом сделала кошечки и подготовилась скажем столбиками с накидом к следующим цветочкам но принцип узорчика понятен да смотрите я его рассматриваю двусторонний на мне кажется эта сторона больше красивее это будет лицевая я возможно его буду рассматривать как один из узорчиков то есть в комбинации с несколькими узорчиками если это будет например тот же самый палантинчик смотрите если вы возьмете ниточку чуть потолще это может быть оригинальный плед это может быть точно такая же вставочка в мир в кардиганчике в кофточке либо это в принципе узорчик может быть для кофточки для кардиганчика согласитесь да интересное так скажем видение данного узорчика давайте замеряем сантиметр сколько у нас здесь получается мы сделали 49 воздушных петелек и если это же плотность вязания этот же крючок это же ниточка получается то моем случае это но практически 25 сантиметров до 24 с половиной а здесь у нас получается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 рядочков если вы провяжите точно также то это приблизительно 12 с половиной сантиметров но в принципе в принципе неплохо да согласитесь опять же смотрите вот он так вот тянется если кому так вот интересно интересная задумка если вязать разными цветами смотрите если вы захотите использовать например осадочки ниточек цветочки одним цветом до между цветочками полосочки другим цветом то есть фантазии конечно очень много когда захотите хотите шарфик хотите палантин хотите возможно может быть какая-то у вас будет накиду шичко сидушечка сет ниточки по плотнее я как всегда ждут вас комментариев куда можно использовать данный узорчик возможно кто-то им уже вязал знак это изделие и так далее да если использовать эту пряжу если использовать хлопковую пряжу использовать секционную пряжу да то есть очень интересно я надеюсь видео вам понравится вы ставите свои лайки свои комментарии кто еще не подписался и чат подписывайтесь впереди будет очень много интересного и естественно нажимайте на колокольчик вы узнаете когда будет новое видео на моем канале а также не забывайте что-то под видео до находится стрелочка поделиться делитесь со своими подружками и друзьями социальных сетях заранее спасибо огромное но естественно спасибо вам большое что смотрели это видео до конца и до новых видео всем пока пока